На данный момент в Кустанайской области субсидируется три социально значимых межрайонных маршрута. Это Восток-Карасу-Кустанай, Карасу-Кустанай и Троебратная-Кустанай. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в прошлом году из бюджета перевозчикам этих маршрутов было выделено 22 миллиона тенге. В этом уже 42 миллиона. Теперь в регионе планируют увеличить и количество субсидируемых маршрутов. По итогам рассмотрения расчетов перевозчиков ИП Муканов и Гаспарян, обслуживающие маршруты Кустанай-Житегра-Кустанай, Житогора-Кустанай-Житегра, Кустанай-Житегра-Камысцы-Житогора-Кустанай и Лесное-Славенко-Лесное-Тарифная комиссия, единогласно принято решение дополнить перечень социально значимых сообщений данными маршрутами. По имени чиновников, вышеперечисленные регулярные автобусные сообщения оказывают существенное влияние на социально-экономическое положение населения Житогоринского, Крыболыхского, Камыстинского, Денисовского, Федоровского районов, Рудного и Лесаковска. Сейчас тариф на междугородных внутриобластных маршрутов составляет 9,5 тенге за один пассажирокилометр. В случае признания маршрутов социально значимыми, тариф на данных маршрутов будет составлять 7 тенге за один пассажирокилометр. Для населения это, само собой, что мы, как уже сказали, субсидироваться будем. Здесь, если привести там, например, к примеру, стоил билет 2195, он, если после субсидий будет 1650 будет платить пассажир. Это разница 580 тенге для населения. Естественно, как бы для населения это значимое такое. Ну и для перевозчиков, перевозчики, если субсидируется такой маршрут, у нас нелегально, как говорится, мы боремся все время с нелегальными перевозчиками, нелегальные перевозчики, как бы это, цена будет ниже, как бы конкуренцию составит этим нелегальным перевозчикам. Булат Сейдахметов приводит пример еще один маршрут. Кустанай же Тигара-Камысты. Расчетный тариф состоял 2 990 тенге. Но с учетом субсидирования цена билета на проезд будет 1980. То есть бюджет возьмет на себя оплату 710 тенге. В общем, за следующий год на обслуживание новых маршрутов чиновники просят почти 58 миллионов тенге. Депутаты Кустанайского областного маслехата после того, как уточнили некоторые моменты, проголосовали за выделение этих денег и признание маршрутов социально значимыми. При этом чиновники подчеркнули, что список таких маршрутов они хотели бы расширить, особенно по южным районам области, но предложения от поставщиков не поступают. Ни в Омангильды, ни Жангильды автобусного сообщения вообще нет. Ханзан Рпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.